Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Узмен. Сегодня у нас культурный четверг, мы в гостях у Алисинах родителей, у Алисины бабушки и дедушки. Готовим сэндвичи, сейчас будем трапезничать. Я не вижу, что я снимаю. Короче, как всегда, единый у нас набор. Тофу поджаристый, без масла, естественно, огурец, перец, кстати. И авокадо. Да, авокадо, там еще помидорка. И лаваш. Вкусный лаваш. Миша делает. Я мою, режу, а Миша делает, собирает. У него лучше получается. Да, потому что я огромные делаю. Нет, давай мне поменьки. Нет. У тебя просто они не разваливаются, а у меня разваливаются. Ладно. И Миша вообще умеет, например, роллы эти делать, суши. У него лучше получается, у меня хуже. Ты просто пишешь всегда. Да, так что у нас разделение труда. Сегодня будем пробовать вот такой шоколад. План Би оказался... Я повелся на название. Это скейтерская фирма. Есть такая же практически. По-моему, да, так есть. Вот. Но это оказался белорусский шоколад. Но вроде неплохо. Ну, по крайней мере, по составу. Короче, ребяти, шоколадка-то вкусная оказалась. Вообще, я просто показал ребятам. Очень вкусная шоколадка. Но сейчас пока у нас в топе даже не икейский шоколад. Икейский что-то вот не тот какой-то он. Да, да, да. В топе шведский. Он так и называется Swiss. В магните продается. Что-то 80 рублей стоит. Причем прям 100 грамм. Не 99, не 90. Он прям 100 грамм. Как вот раньше. А мы еще 90, а не 99. Ну да. Ну, я к тому, что начинают мутить всякое такое. Нет, еще делают 80. А еще делают там 0,9 литра молока, например. 0,95-0,9. Ну да, да, да. Сволочи. Вот. Короче, все. Едем домой. Сегодня у нас, поскольку культурный четверг. Так, меня здесь пропускают. Культурный четверг. Мы сегодня будем смотреть фильм. Еще не знаем какой. И сегодня я еще буду записывать бас. А я сейчас буду переделывать, перерендеривать видосы. Да, два дня уже Алиса бьется. Нет, сегодня сутки, как ты его монтируешь. Ну, ну как? Ну я же не сутки сижу так-то. Не, ну понятно. Ну то есть, ну как бы... Короче, все. Мы дома. Сейчас вообще фразы, короче, все. Мы дома. Ну он, по-моему, всегда меня преследует, как только мы оказываемся дома и снимаем блог. Взял бас, который вчера нам любезно предоставили на запись подписчики. И... Почему я говорю, когда подписчики есть? Я всегда говорю подписчики, а не подписчики. Подписчики. Все. Короче, у меня все настроено. Сейчас буду пытаться записать басюгу. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, наверное, буду писать дублями, скорее всего. Хотя, я сегодня очень долго репетировал, наигрывал. И, возможно, у меня все получится и так. С первого дубля. Главное настроение сейчас гитару. Гитару я писать не смогу, пока струны не куплю. Потому что мои старые струны, они вообще ужасно звучат. Они здесь строят, здесь не строят. Как вот на папиной акустической гитаре. Я думал, в гитаре дело оказалось в струнах. То же самое думаю мы с моей электрогитарой телекастером. Та же самая фигня. Все, короче, ладно, сейчас я подстрою и буду писать. Короче, сверяю тюнер гараж бэнда и вот этот вот тюнер. И, в принципе, практически одинаково. Но немножко расхождение есть. Но, с другой стороны, блин, неудивительно. Это же все цифровые технологии. Это все отстой какой-то. Другое дело камертон. Подставляй, поднастраивай. Все, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Все, я все убираю уже обратно. Короче, так кайфанул сейчас записи. Записал два дубля. Две дорожки бас-гитары. Так что будет очень плотный бас. Ну, естественно, вторую я уведу куда-нибудь в сторону. Там сделаю потише и всякое такое. Она будет заполнять в основном пробелы первой дорожки. Если есть такие. Вот, еще раз большое-пребольшое спасибо за бас. Просто я надеюсь, что все-таки Тема завтра выходной. И у него будут силы и время пробить барабаны. И чтобы мы, не знаю, каким-то образом смогли записать еще одну песню. Ну, то есть, это-то выйдет не в Новый год, который я сейчас записываю. Это будет, я надеюсь, к дню рождения я сделаю ее. Вот, а ту вот к Новому году, ну или хотя бы к первому числу, прям вот, не к 31-му, к 3-му, к 1-му. Вот, если получится, то сделаем, вот. Ладно, короче, нам сейчас нужно выбирать какой-нибудь фильм для отсмотра, просмотра и наслаждения. Мы сначала на балконе убираемся. Я, я фильм хотел посмотреть. Почему всегда, когда начинаем снимать влог, у нас машинка стирает? Короче, ребят, каким-то неведанным, неведанным чудом мы собрались и навели порядок в квартире. Ну, не совсем. Поубирали кучу всякого. Не совсем навели порядок, мы просто убрали по местам, а это намного сложнее. Теперь, куда мы это положили, нужно там еще навести порядок. Это уже, это уже будет в следующем году, скорее всего. Короче, сейчас будем смотреть фильм. Фильм, какой там, блин, какое-то Рождество. Это, блин, рождественское чудо. Да. Вот так вот, с Робином Уильямом. Все, фильм включили. Наш пульт управления от фильма положили поближе. На случай, если фильм будет скучный, ноутбук, телефон. Все подготовлено, все. Отлично. Начинаем просмотр. Занавес. А тут такой сейчас, типа, занавес должен быть. Ну вот, мы посмотрели фильм. Это, блин, рождественское чудо. 2014 года с Робином Уильямом. Уильям. Уильямсом. Да. Это так сложно запомнить. На самом деле, так легко, просто нифига не внимательный. Вот. Классный фильмец. Добрый. Да. Ну, в принципе, как и все у Робина и Уильямса. Да, ну, как и все, в принципе, рождественские фильмы тоже. Немножко оригинальная такая история. Ну, не сильно прям супероригинальная, но не сильно-то избитая, в общем-то. Ну да. Вот. Актеры классно играют. И главное, опять-таки, с хорошим окончанием фильма. С позитивным, прекрасным. Вот. Здорово. Там снег пошел в фильме в конце. А у нас он валит тоже, блин, капец. Он до сих пор раздавал? Да. Не надо меня раздавал. Идиот. Просто. Серьезно. Там просто мы вспоминаем постоянно прошлое декабрь. И смотрели даже инстаграмовские фотки наши. Нет, не идет. Нет, не идет. Нет. И снега не было, трава была зеленая. Было прям вообще. Мы надеемся, если не смотрели ГИС Метео, в январе, там вообще вроде как теплы будет уже там до плюс 15. Да, да. А вот в январе. Да, плюс 15. Но в конце января вроде как там в минус 11 даже. Ну, чуть не верю. Нет, в феврале уже обычно вроде как где-то седотекло. Блин, да вот и декабрь-то тоже, но аномальные какие-то такие штуки непонятные. И снега были обычные, жаркие, но не в этом году. Этот год вообще какой-то глобальное потепление, глобальное потепление. Здесь глобальное какое-то похолодание вообще. Ладно, друзья, все, увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Завтра, последняя пятница 2016 года, последний рабочий день. Да. Это прям круто. А-а-а, каникулы! Все, увидимся с вами завтра, друзья. ПОКЕДА! 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 ПОКЕДА!